МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Так, смена закончилась. После ночной хороший улов будет. Сколько они обычно выносят? Да был тут один шустрый. На себе 10 килограмм мяса выносил. В ту ночь в колбасном цехе в третью смену делали спецзаказ. Деликатесы для местного, как его называли, белого дома. Такую колбасу можно было купить только там. А знаешь, тут бабы даже летом в жару в плащах ходят. О, первые уже пошли. Внимание! Садятся в машину. Три несуна. Жигули синего цвета. Направляется в сторону центра. Начинаем преследование. Не воруем, а берем то, что не доплачивают. Наградной жетон АБХСС? Откуда он? Он что, под танком был? Фарша была в кутере. Ну, что-то вроде большой мясорубки. Фарша? Не понял. А как он там оказался? Пока никаких следов не вижу, что в квартире кто-то был. Что с его машиной? Запрос давали? Да. Водителя он пустил вчера вечером в пять часов. Сказал, сам доедет. По номеру наградного жетона определили, что его владелец майор Дмитрий Чижов. Жил он один, с женой в разводе. По показаниям соседей, дома не появлялся уже сутки. Дмитрий Чижов был большим человеком в городе. Начальник отдела БХСС, городского отдела милиции. Многие в городе знали о серьезных родственных связях Чижова. Его двоюродный брат, второй секретарь горкома партии Леонид Звонарев. Учитывая такой статус пропавшего офицера, расследованием занималась городская прокуратура, следователь Петр Швец. Дело 1977 года. Его фигуранты – работники местного мясокомбината. Расследование шло под грифом «Секретно». Ну и хорошо, что обычные жители шахт ничего не знали об этой истории, потому что тогда бы слухи о туалетной бумаге в колбасе показались бы просто цветочками. В аппарате, где перемалывался фарш, нашли наградной жетон офицера АБХСС. Логичный вопрос. Если жетон оказался в мясорубке, тогда где его владелец? Даже страшно произносить вслух возможный ответ. Кто и за что мог бросить милиционера в мясорубку? В те годы на мясокомбинатах стояли огромные промышленные куттеры, которые перемалывали фарш для колбас. Объем чаши, куда забрасывали мясо – 200 литров. Это значит, что человеческое тело могло запросто поместиться в таком агрегате. Куттере – шесть огромных ножей. Они вращаются со скоростью полторы тысячи оборотов в минуту. Учитывая мощность, такой аппарат легко перерубит человеческое тело на мелкие части. Совпадение или нет, но, по всей видимости, тело милиционера бросили в куттер именно во время готовки колбасы для Белого дома. До того вряд ли, потому что перед приготовлением такого спецзаказа оборудование всегда тщательно вымывали, чтобы в фарш не попали хрящики и не осталось даже запаха мяса второго сорта. Официально Чижов числился как пропавший без вести. Доказать, что его тело перемололи в мясорубке, и оно попало в колбасу, весьма проблематично. Но в любом случае сервелат, который сделали в ту смену, необходимо было изъять из продажи. Как? Ну, я ведь ее только выложила. Ну, может, мы хотя бы то, что на витрине оставим? Нет. Изымается вся колбаса, доставленная вам 5 марта. Такой приказ. Оставить ничего не могу. Ну, нет. Если кто узнает, то и вам, и мне. Все. Крышка. Тут такое дело закручивается. Мама, не горюй. И куда ее теперь повезут? Мне не докладывали. И хладно. Изучая докладные, оперативники обнаружили, что часть колбасного спецзаказа ушла на свадебные столы одного из начальников горкома. И к ужасу следствия, этим начальником оказался Леонид Звонарев. Тот самый двоюродный брат пропавшего Чижова. А что, Звонарев? А Звонарев захочет задать причину изъятия колбасы. И что мы ему скажем? Вы знаете, возможно, в этой колбасе ваш брат, которого преступник перемолол на фарш, и что он с нами сделает? Тот же фарш. Пока промолчать? Да еще хуже, может быть. Он эту колбасу на свадьбу дочки брал. Если он узнает, что ели его гости, я вообще не представляю, что может быть или что будет. Пока следователь решал, как в этой ситуации деликатнее поступить, в кабинет ввели главного свидетеля по делу – Николая Якимова. он и нашел жетон в мясорубке. Здравствуйте. Присаживайтесь. Это вам от колбасного цеха. Что вы, у нас с вами сейчас серьезный разговор будет, и вы колбасу мне тут приносите. Это сырокопченая. Она у нас две недели отлеживается после изготовления. Так что не переживайте, ешьте смело. Это не стоит смены, когда жетон нашли. Хорошо, рассказывайте, что вы можете сказать. Я сейчас все расскажу. Все как было. В тот день фаршосоставитель Николай Якимов был в ночной смене. Ночью в цехе, на этаже, где делают фарш, работал он один. Перед тем, как выйти на перерыв, выключил кутер. То есть все сделал по инструкции. В коптерке задержался не больше, чем на 20 минут. Что, я тебе дай? На, держи. Ну, бахнет дура. Через несколько минут после того, как Якимов включил кутер, он услышал странный звук, как будто внутри под ножи попал металлический предмет. Тут же остановил оборудование и среди кусков мяса нашел наградной жетон. А кто еще был в цеху? Две шприцовщицы, коптильщик, два варщика. Так, никого не забыл. Но они все на других киктажах работают. Там, где кутера, в мясорубке, по-вашему, я один. А почему руководству сразу не доложили о ЧП? Как не доложил? Все доложил. Но она сказала, оставь его пока у себя. Она, мол, доложит, куда следует. Ясно. Но начальница колбасного цеха Тамара Беликова очень удивилась таким показаниям своего подчиненного. Никто ей не звонил и ни о каком ЧП с жетоном в мясорубке не сообщал. Начальница предположила, что Якимов в конце смены был не совсем трезв. Ну, водился за ним такой грешок. Мог выпивать по чуть-чуть в течение рабочего дня. Дело в том, что тогда по ГОСТу в колбасу браун-швейскую добавляли коньяк. А Якимов иногда не доливал положенного. Но выпивал Якимов или не выпивал на работе в тот день, в любом случае он не мог совершить этого преступления. Слишком уж мелкая сошка. Нет у него мотива. Пропал майор БХСС. Кому было выгодно его убийство? Леонид Звонарев, двоюродный брат пропавшего майора, узнал о страшном происшествии на мясокомбинате. Часть колбасы с той смены, когда нашли жетон, уже была у него дома. Ты еще не успела это съесть? Нет, собираюсь. А в чем, собственно, проблема? Я думаю, свадьба не обеднеет. Тебе сделать бы тебе вроде. Звонарев забрал дома всю колбасу, чтобы отвезти, куда скажет следователь. Пообещал всяческое содействие в этом деле. Все, что будет в его силах. Тем временем следствие проверяло и рядовых рабочих, и руководство мясокомбината. Практически не сомневались, что это убийство по заказу. Через два дня после того, как в Фарше нашли наградной жетон майора Чижова, в деле случился неожиданный поворот. Арестовали директора мясокомбината Людмилу Пригожину. Следователь Петр Швец не имел отношения к этому аресту. Его произвели по линии республиканского ОБХСС. Руки! Руки убери! Несколько дней назад специальной служебной почтой с пометкой «Срочно» в отдел пришли документы от пропавшего майора. Речь в них шла о неучтенных продажах сырья в Китай. Людмила Пригожина сбывала туда свиной жир. С ней рассчитывались валютой. Вот кто был заинтересован в смерти майора. Если бы он не отправил письмо раньше, то не отправил бы его уже никогда. Тамара Ивановна. Странно. И куда это ее повезли? Следователь Швец решил использовать эту ситуацию с арестом директора. Ей сейчас только обвинения в убийстве не хватало. Поэтому во время допроса он сказал Пригожиной, что суд за чистосердечное признание смягчит приговор. Его интересовало, кто и как организовал убийство майора и кто бросил тело в кутер. Но директор утверждала, что ничего об этом не знает. За исполняющую обязанность. Ну, ты ж про нас не забывай. Валя, я все помню. Ну, давайте. Ой. Ну, все, все. Еще увидимся. Начальник цеха Тамара Беликова не сдерживала радости по поводу своего неожиданного повышения по службе. Ее назначили исполняющей обязанности директора. Но перед тем, как приступить к новой работе, было у нее одно дело. Тамара не хотела привлекать к этому внимание, чтобы не будоражить коллектив. Она срочно позвонила следователю с обещанием рассказать что-то очень важное. Товарищ следователь, Беликова, колбасный цех. Ну, вот. Сколько дней кабинет не открывали? Так уже пятый день пошел. Это как раз того случая, когда жетон майора фарша нашли. Ну, вы слышите, какой запах? Да, запах характерный. Ну, и где он? Чего не могу понять, откуда этот запах? Такое ощущение, что из сейфа закрыто. Но у меня только ключей от сейфа у меня нет. Я сейчас за слесарем пошлю и будем вскрывать? Да, будем вскрывать. Из кабинета начальника караула доносился запах пропавшего мяса. Сам начальник караула уже пятый день был на больничном. Фу. Я думаю, товарищ может идти. Вася, спасибо. Только помалкивай, пожалуйста. Ты понял? Сам знаешь, чем закончится. Иди. Удостоверение майора Дмитрия Чижова. Ну, по виду свинина вырезка свиная. Правда, я не знаю, как выглядит вырезка из человека. На экспертизу возьмем, посмотрим. Ну, конечно. Во время милицейской проверки сотрудников мясокомбината у рабочего Якимова обнаружен поврежденный наградной значок майора ОБХСС. Николай объяснил, что нашел его в фарше, который готовился по спецзаказу. Владельцем значка по картотеке оказался майор Дмитрий Чижов. Разыскать хозяина значка не удается. Его не видели почти сутки. Следователь решает, что Чижова убили, а его тело бросили в промышленную мясорубку. В страшном убийстве подозревают директора, Людмилу Пригожину. Вскоре в сейфе начальника караула находят удостоверение майора Чижова и окровавленную рубашку. Расследование заходит в тупик. Экспертизу мяса провели. Это была свинина. Почему мясо оказалось в сейфе начальника караула вопрос любопытный, но не столь важный для дела. Удостоверение майора Чижова в окровавленной рубашке вот что стало зацепкой. Кстати, кровь на рубашке тоже проверили. Она оказалась свиной. Итак, кто спрятал в сейф удостоверение и кому принадлежала рубашка, из кармана которой выпала корочка об эхэсэсника? Единственный, кто мог знать ответы на эти вопросы, начальник караула Хлопков. С сердечным приступом скорая увезла Хлопкова прямо с работы. Он перенервничал из-за милицейской облавы. Она началась после ночной смены. Как раз в ту ночь в фарше и обнаружили наградной жетон майора. Расскажите мне, как в ваш сейф попала рубашка и удостоверение товарища Чижова? Да не мое все это. Ой, у меня тогда так сердце прихватило. Я думал, что он сразу все заберет из сейфа. Кто он? О ком вы сейчас говорите? Ну, Коля, Коля, ну, сосед мой. Сюда, сюда, пожалуйста, проходим, не стесняемся, смелее. Да, идем, идем, идем. Хлопков рассказал, что в утро облавы всех работников, кого милиция задержала за проходной с мясом и колбасой, снова вернули на мясокомбинат. Начали составлять акты охищения, взвешивать, кто сколько килограмм вынес на себе. Милиционеры вызвали Хлопкова на пункт охраны и заставили писать объяснительно, почему, мол, выпустил Несунов. В этой суете Хлопков не закрыл кабинет. Туда умудрился прошмыгнуть Николай Якимов, тот самый фаршесоставитель. Он, со слов Хлопкова, и спрятал все свое мясо в сейф. Такого не было, не было, не было такого. Нет, не пишите, я вас очень прошу. Коля мой хороший приятель. Это вы мне говорили уже. Он сосед полесечной клетки со мной. Он тогда, помню, пришел ко мне и тихо так на ухо говорит, я свое мясо у тебя в сейфе закрыл. Так и сказал, закрыл. Хлопков сейф никогда на ключ не закрывал. Хранить же нечего было. Якимов предупредил начальника караула, что ключ от сейфа выбросил в форточку. Под окном были кусты. Туда, скорее всего, ключ и упал. Коля ко мне потом опять приходил, попросил забрать мне мясо, когда милиция уйдет. А у меня тогда так сердце прихватило. Вызвали скорую и привезли сюда. Да я думал, он сразу его заберет. Я понял вас. Можно больному кабельницу поставить? Да, пожалуйста. Вот они, вещдоки, найденные в сейфе. Рубашка и удостоверение Чижова. А это ключ от сейфа начальника караула Хлопкова. И нашли его действительно в кустах под окном его коптерки. Известно, что коптерка какое-то время была открыта. А если Якимова кто-то опередил и раньше подбросил в сейф рубашку с удостоверением пропавшего без вести майора? Или же Якимов что-то недоговаривает? Николая снова вызвали в прокуратуру. Слухи о находке в сейфе моментально дошли до него. Ну все, пришли. Кафе «Гробик». Мы рады вам всегда. Сейчас стаканы тут где-то. А там под лавкой посмотри. О, есть! Часто после смены несуны мясокомбината заглядывали на городское кладбище, чтобы пропустить рюмку другую и отметить, что не попались милиции. Среди своих это место так и называли – кафе «Гробик». Здесь, в отличие от городских кафе, милиция не гоняла несунов. По традиции начинали всегда вспоминания того, на чьей могилке расположились. Гриндяев Юрий. Пусть земля тебе будет, Юрий, пухом. Слушай, ты порешал свою историю тут с прокуратурой? Тебя жене как рассказал, так она до сих пор с расспросами пристает. Правда ли, что мента на колбасу перемололи? С костями, с волосами. Ты скажи, и с костями, и волосы, все туда пошло. Теперь будет жевать колбасу, хрящий какой-то попадется, и будет думать, мент хрустит. Якимов все расспросы на эту тему сводил на шутку. Ни один коллега за время следствия не услышал от него ни слова правды. Юрчик, а у тебя мелочи нету по две копейки? Сейчас где-то. С женой забыл позвонить, теперь будет думать, что менты загребли. А, держи. Пойду-ка я ей, наверное, позвоню, пока я еще не совсем пьяный, а ты мне здесь подожди, хорошо? Ну давай, только побыстрее возвращайся. Хорошо, а ты что, дрейфишься? Живых надо бояться, Юрчик. Живых. Алло, Зая, это я. Слушай, тут немного задержусь. Да сама ты дура! Якимов снова вернулся в кафе. Еще выпил. Вышел меньше, чем через час. И снова отправился к таксофону. Он уже еле держался на ногах. Николай набрал номер следователя. Он что-то пытался ему сказать, но из неразборчивого пьяного лепета следователь расслышал только слова о какой-то золотой камере и не придал им особого значения. Я вам должен кое-что рассказать. Алло? Алло? Николая Якимова сбила машина насмерть. Улица малолюдная, рядом промзона, поэтому свидетелей ДТБ не нашли. Автомобиль, который сбил его, скрылся. Машина была нелегковая. Тогда бы удар пришелся на уровень таза, а в этом случае была травма грудной клетки. Все выглядело как несчастный случай. Пьяный Якимов переходил дорогу и попал под колеса. Когда случайный прохожий обнаружил Якимова, он уже не дышал. Странное совпадение, но произошло это накануне его визита в прокуратуру. И главное, Якимов звонил следователю перед этим и хотел ему что-то сказать. Можно на ваш список машин взглянуть? Да, да. Вот список всех машин, которые есть. Но многие сейчас в отъезде. Когда оперативники изучили место аварии, обратили внимание, что из-за ремонта дороги движение по улице временно сделали односторонним. Дорога вела как раз в сторону мясокомбината. По времени ДТП именно тогда в гараж возвращалось несколько машин, которые развозили продукцию по городу. Их и собирался осмотреть оперативник. А этот пирожок тоже есть в вашем списке? Да, 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 есть. Нужно было искать царапины, вмятины, поврежденные фары, зеркала бокового видения, важны любые детали. Машина, смотрю, у вас совсем чистая. По инструкции положено. А остальные ее не особо придерживаются? Так я же спецзаказ разложу. На грязной в Горком нельзя, не положено. И где вы ездили вчера? Водитель описал оперативнику весь свой вчерашний день чуть ли не по часам. Сначала я заехал в Горисполком, потом в бюро. Ну, давай рассказывай, что там накопал. Он мне протараторил все без запинки. В 15.00 заезд на территорию. В 15.45 грузчики погрузили спецзаказ из золотой камеры. Выезд из территории... Как там было? Золотая камера? Да, я так понял, это что-то на их языке типа холодильника. Там хранят колбасу, балыки, разные деликатесы для Белого дома. Интересно. Мне когда Акимов пьяный звонил, он что-то пытался мне про эту золотую камеру рассказать. Но будет проверить. Итак, новая зацепка в деле. Некая золотая камера. Название, конечно, многообещающее. Какие улики и вещдоки скрывает это хранилище деликатесов? Как оно может быть связано с пропавшим без вести майором Чижовым? Может быть, там есть какой-то спецвыход, через который теоретически могли занести тело Чижова и вкинуть в мясорубку? Такие вопросы задавал себе исследователь, пока не увидел эту золотую камеру своими глазами. Валентина Пономаренко, кладовщик и хранительница, святая святых, золотой камерой колбасного цеха, всячески подчеркивала собственную значимость. Сюда без моего ведома никто порог не переступит. Проходите. Да. На первый взгляд ничего особенного. О, а вы что ждали? Спецзаказ уже увезли, а новый еще не поступал. Да я не об этом. Золотая камера оказалась обычным помещением, без окон и без какого-либо тайного выхода. Стены, пол, потолок. Единственная особенность, даже в пустом помещении, пахло копченостями. Постарайтесь вспомнить, кто мог заходить в эту комнату 5 марта. А кто? Я и начальница наша, Беликова. Все. Оперативник Сергеев осмотрел каждый квадратный метр помещения, но никаких подсказок не находил. Почему покойный Николай Якимов упомянул про это помещение перед гибелью? Запах копченой колбасы отвлекал Сергеева от рабочих мыслей. Он даже пожалел, что не пообедал перед этим. Да, а пахнет у вас здесь вкусно. А что, вас еще никто не угостил? Сейчас мы все устроим, а то как это следствие будет голодным выходить. Есть у нас некоторые товарищи, для которых любые двери не помеха, сейчас у них конфискуют. Подождите. Вы же только что сами сказали, что кроме вас и Беликова в эту комнату не ногой. Ой, сейчас не в этом вопрос. Это как раз в этом. Кто заходил еще в эту комнату? Кто имеет доступ? Золотая камера оказалась не такой уж и неприступной. Следователь попросил Пономаренко составить список всех, кто мог переступать порог этого помещения 5 марта. Этих людей и предстояло опросить. Также к следователю вызвали и начальницу цеха Тамару Беликову. Правда, теперь она уже ИО-директора мясокомбината. Так получилось, что вся эта драма на предприятии неожиданным образом способствовала ее повышению. В тот день следователь ждал на разговор ИО-директора Тамару Беликову. Но ее опередила другая гостья. Это была Валентина Пономаренко, кладовщица золотой камеры. Здравствуйте. Мы сегодня вроде с вами не должны были встречаться. Не должны, но у меня к вам есть серьезный разговор. Он касается Тамары нашей, Беликовой. Валентина Пономаренко пришла к следователю, чтобы рассказать о том, что утаила раньше. Понимаете, в тот день... В конце рабочего дня начальница цеха Тамара Беликова зашла вместе с Валентиной Пономаренко в золотую камеру. Хотела взять домой что-то из деликатесов, но внезапно оцепенела от ужаса. Беликова панически боялась крыс и за годы работы на мясокомбинате не смогла побороть свой страх. А крысы, постоянные спутники таких предприятий, проникали даже в хранилище спецзаказа для партийной элиты. Пойди позвони в службу, пусть приедут их, потравят. Она увидела крысу... Пономаренко утверждала, что из кармана рабочего халата начальницы выпал наградной жетон ОБХСС. Выглядел как новый. Точно помню, было написано 40 лет ОБХСС. Похоже, что через несколько часов ночью того же дня этот жетон в фарше нашел Николай Якимов. Да, она вызвала меня к себе в кабинет и прямо так и сказала, ты ничего не видела, и я в долгу не останусь. Когда начальницу цеха назначили ИО-директора, Пономаренко ждала от нее какой-то благодарности за свое молчание. Но благодарности не последовало. Вчера кладовщица пыталась дозвониться в приемную к Беликовой, но секретарь с ней не соединила. Она поняла, что Беликова ее обманула. Вот и решила рассказать все следователю. Спасибо. Всего доброго. Вот он, новый фигурант в деле. Бывшая начальница колбасного цеха Тамара Беликова. Складывается любопытная картина. В огромной мясорубке рабочий цеха Николай Якимов нашел наградной жетон майора АБХСС Чижова. Но перед этим целый жетон, оказывается, видели у Беликовой. Через день за финансовые махинации по линии АБХСС арестовали директора завода. Беликову назначили на ее место. И в это же время Николая Якимова, который как раз что-то собирался рассказать следователю, насмерть сбила машину. Тамара Беликова, скорее всего, та, кто знает всю цепочку этого многоходового преступления. Крыса. Скоро всех крыс травить будут. Смотри, сама не сдохни. У Беликовой не было заготовленного объяснения, как жетон майора вдруг оказался у нее в кармане. Во время милицейской проверки сотрудников мясокомбината у рабочего Якимова обнаружен поврежденный наградной значок майора АБХСС. Николай объяснил, что нашел его в фарше, который готовился по спецзаказу. Владельцем значка по картотеке оказался майор Дмитрий Чижов. Вскоре рабочий Якимов погибает под колесами машины. Следствие подозревает, что смерть Николая не случайна. Становится известно, что незадолго до находки значка в куттере его видели целым в руках начальницы колбасного цеха. Знает ли она тайну исчезновения майора Чижова? У Беликовой не было заготовленного объяснения, как жетон майора вдруг оказался у нее в кармане. Что случилось с пропавшим майором Чижовым? Где его тело? Ну не знаю я. И убили майора не у нас на мясокомбинате, точно вам говорю. Тамарочка, мне нужна твоя помощь. Беликова рассказала, как 4 марта давний друг из горкома партии Леонид Звонарев позвонил ей и попросил срочно заехать. Объяснил, что по телефону сказать ничего не может. Несколько лет назад Звонарев помог Беликовой замять одно дело, связанное с ее крупным хищением. Затем, к удивлению Беликовой, Звонарев стал интересоваться, как выглядят огромные, мощные мясорубки в цеху. Тамара, от тебя требуется совсем немного. Нужно взять кое-какие вещи, одежду, жетон одного милиционера. Ну а потом ваши в этом фарше найдут эти вещи. Ты отнесешь в милицию, вот и все. Ну, это надо сделать сегодня ночью. Может, у тебя есть кто на примете в твоей смене? И сумка какой-то, пообещай ему, золотые горы. Может, у кого проблемы с милицией, мы все решим. Сегодня ночью на смене Коля работает. В ту ночь на смене в колбасном цехе был Николай Якимов. Как раз заладить дела в милиции ему не помешало бы. Человек он надежный. Единственный минус – любитель выпить. Но Звонарева наоборот. Эта информация почему-то порадовала. Ну, так и отлично. С алкоголиком легче решить все будет. Если что, пойдет не так. Партийный чиновник пообещал Беликовой должность директора мясокомбината. Звонарев передал Беликовой рубашку, брюки и наградной жетон ОБХСС. Ну, я, конечно, понимала, что здесь что-то не так. Но вы меня поймите, я была в ловушке. Если бы я отказалась, я бы живой домой не доехала. Со слов Беликовой она сразу догадала, что Звонарев впутывает ее в серьезное дело. Что, судя по всему, где-то убили милиционера, и теперь надо замести следы этого убийства через мясокомбинат. Ну, а дальше вы все знаете эту историю с крысой в золотой камере. Я должна была передать жетон Якимову. Специально не держала у себя в кабинете эту улику. И надо же было, ну, так и простоволосится. А рубашку удостоверения Чижова вы всей подбросили? Ну, это не совсем так. Николай Якимов понятия не имел, в каком деле он согласился участвовать. Задача была понятной. Бросит в кутер одежду и значок. Но Якимову приглянулась рубашка. Хорошая, добротная вещь. Штаны тоже, но не его размер. Вот и решил рубашку забрать себе. Кто там будет разбираться, бросил он ее или нет. Ножи в кутере перемелют все на мельчайшие детали. Сначала Якимов забросил в кутер штаны. Чуть выждал, и потом вместе с мясом наградной жетон майора. Дождался характерного лязга металла, когда жетон попал на ножи и выключил оборудование. Среди кусков мяса достал покореженный жетон и спрятал его. Он должен был его просто передать Беликовой. Но после ночной смены случилась милицейская облава, и жетон обнаружили раньше времени. Когда Якимова задержали, он сразу сказал в милиции, что это я попросила забрать жетон. Мол, он мне позвонил и все рассказал. Ну, я, конечно, сделала вид, что первый раз слышу об этом, но сама подумала, что Якимов рано или поздно скажет лишнее. При личной встрече Беликова уверила Якимова, что все идет как надо. Главное сейчас молчать, никому ничего не говорить. Ну, вот тут Коля и признался, что он пожадничал и не вкинул рубашку в кутер. Начальника караула Хлопкова Николай обо всем предупредил. Но его увезли с сердечным приступом, а там в сейфе до сих пор лежит мясо и та рубашка. Якимов попросил начальницу открыть ему кабинет Хлопкова. Он заберет оттуда свое. Тамара пообещала, что все сделает сама. Так безопаснее. Но тот с сердечным приступом попал в больницу. В этот момент Беликова уже знала о своем назначении, исполняющей обязанности директора. Второй секретарь горкома партии Леонид Звонарев говорил Тамаре, что все идет по плану. Но советовал перестраховаться и отвести от себя малейшие подозрения. Подбросить еще одну улику. Пусть все вещдоки указывают на рабочего Якимова. Вот тогда Тамара подбросила в сейф удостоверение Чижова и сама вызвала следователя в цех под предлогом, что из кабинета начальника караула доносится ужасный запах мяса. Окрыленная своим назначением Беликова даже не подумала, что когда все улики сойдутся на Якимове, он, конечно же, ее сдаст. Но партийный работник Звонарев, видимо, просчитал это все наперед. Выпивший Николай Якимов не случайно попал под колеса машины. Это было убийство того, кто слишком много знал. Мне кажется, что они изначально хотели убрать Колю, как исполнителя. Может быть, они решили убрать и меня. Если честно, то сейчас я уже боюсь. Беликову задержали прямо в прокуратуре после того, как она дала показания. Следователь сказал, как ни парадоксально, но для ее жизни такой вариант сейчас самый безопасный. Вони, забери Беликову. Второй секретарь горкома партии Леонид Звонарев подозревался в убийстве своего двоюродного брата майора Дмитрия Чижова. Звонарева задержали прямо на выходе из уборной в горкоме партии. Где на самом деле тело майора Чижова? Тело? Да живое это тело! Не было никакого убийства ни в мясорубке, ни еще где-то там. Жив он, я надеюсь. Звонарев пригласил двоюродного брата Дмитрия Чижова якобы отметить его награду за службу в ОБХСС. Но реальный повод был не очень торжественный. По своим каналам в горкоме Звонарев узнал, что дела брата очень плохи. Митя, тебе осталось три дня до приезда проверки. Оказалось, майор Чижов, как начальник отдела ОБХСС, покрывал махинации почти всех предприятий в городе. Предупреждал о проверках заведений, дел или слежки. И как вознаграждение Чижов получал долю со всех левых доходов предприятий. Но стало известно, что под Чижова копают. Через три дня в город Шахты должна приехать областная проверка ОБХСС. И приезжает, собственно говоря, по твою душу. По тем делам, которыми воротил Чижов, ему грозило минимум 10 лет. Но могли докопаться и до валютных махинаций, связанных с экспортом. Тогда вышка. Успокойся, не переживай. Есть одна идея, правда, не ахти какая, но на другую же времени не остается. Вот тогда Звонарев предложил брату инсценировку смерти в промышленной мясорубке. Чижову идея понравилась. Он вспомнил о слухах, которые тогда ходили про Лубянку. Говорили, что в 30-х годах в местных подвалах стояли огромные мясорубки для уничтожения людей. Мясокомбинат как место инсценировки убийства подходил идеально. У Звонарева там были свои люди. И у Чижова появился повод отомстить директору Людмиле Пригожиной. Повод у него был. Пригожина отказалась платить ему долю собственных доходов. Оказывается, она заручилась поддержкой московских покровителей, которые были заинтересованы в поставках жира в Китай. Поэтому директор решила, что в услугах Чижова больше не нуждается. Но ошиблась. У Чижова было достаточно компромата на Пригожину. За два дня до исчезновения он выслал все это спецпочтой в областной ОБХСС, а сам исчез. Все было построено так, чтобы подумали, что его убили и тело перемололи на фарш. Пригожину арестовали. Связали с ней исчезновение Чижова. Судя по компромату, который на нее собирал майор, у нее действительно был мотив его убить. И следствие попалось на эту удочку. Соучастники этого вымышленного убийства были арестованы. Тамара Беликова отсидела пять лет. На мясокомбинат работать больше не вернулась. Партийного начальника Звонарева суд приговорил к 15 годам. Он признался в организации реального убийства Николая Якимова. Авария на дороге была организована им. Ну а что же сам виновник этой истории, которого якобы перемололи на колбасу? Майор БХСС Дмитрий Чижов бежал из СССР через горные перевалы в Турцию. Найти его не смогли. Возможно, где-то в Америке или Австралии живут его потомки, которые даже не догадываются, какую жуткую детективную историю провернул их предок в далеком 1977 году. Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Эй, Лапань, дай сторону! Дорогу своей колымагой перегородил! Ты что, оглох там? Твою мать! Женщина! 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 Волчье время среди бела дня убивает! 1946-й, первый послевоенный год, действительно выдался лихим. Лежащую в руинах страну захлестнула волна бандитизма. Этому способствовали два фактора. Первый. После Великой Победы на родину вернулось 11 миллионов солдат и офицеров. Именно таков был численный состав вооруженных сил к концу войны. После всеобщей демобилизации на военной службе осталось около трех миллионов человек. Остальные стали работать на фабриках и заводах, вернулись к крестьянскому труду. Но были и такие, кто предпочел честной работе криминал. Привыкшие к оружию и крови вчерашние фронтовики, которые не хотели устраиваться в мирной жизни, грабили, разбойничали по ночам, а днем сбывали краденое на стихийных толкучках. Вторая причина всплеска бандитизма – амнистия в честь победы, которую подписал председатель Президиума Верховного Совета СССР Михаил Иванович Калинин. В народе ее так и назвали – Калининской. Всего амнистировали 400 тысяч заключенных. Треть тюремного контингента оказалась на свободе. Уголовный розыск буквально тонул в массе криминальных дел. При этом катастрофически не хватало квалифицированных кадров. Еще с 1943 года мобилизованных в начале войны следователей, оперуполномоченных и дознавателей уголовного розыска стали отзывать с фронта и формировать отделы по борьбе с бандитизмом. Уже спустя 30 минут на место происшествия прибыла группа ОББ. Возглавлял бандитский отдел бывший фронтовик, капитан Александр Петрович Зимин. Документы. Из обнаруженных в карманах убитых документов выяснилось, что погибшая женщина Серафима Стеблова была бухгалтером маслосырбазы. Водитель Александр Попов работал там же. Заведующим базой связались по телефону. Тот сообщил, что Стеблова везла в банк недельную выручку – 380 тысяч рублей. Бандиты будто с цепи сорвались. За третий день, восьмой разбойного. Да уж. Есть что интересное, Борис Зинович? Бандельства нигде нету. Такое впечатление, что стреляли-то из нагана. Револьверы системы наган были взяты на вооружение в Российской империи на рубеже 19-го и 20-го веков. Их производство наладили на Тульском оружейном заводе. Главное преимущество нагана – низкая себестоимость, неприхотливость в эксплуатации и безотказность, так как осечка никак не влияла на возможность произведения следующего выстрела. Наган стал символом революции, гражданской войны. Впоследствии его взяли на вооружение в РККА. Лишь в 1945 году было принято решение окончательно снять наганы с вооружения в армии. Наганы остались лишь у сотрудников вневедомственной охраны и у танкистов. Дело в том, что ни один другой ствол не пролезал в смотровую амбразуру танка. А еще наганы были в особой части у бандитов из-за того, что не выбрасывали гильзу после выстрела. Этот факт значительно усложнял работу оперативника. При среднем месячном окладе по стране в 500-600 рублей 380 тысяч – просто колоссальная сумма. Зимин прекрасно понимал, что теперь начальство точно не слезет с шеи. Затаскают по кабинетам с требованием ускорить следствие, вернуть государству украденное. Слуцкого насторожил один момент. Капот полуторки открыт, инструменты разложены рядом, руки убитого водителя Попова испачканы маслом. Все говорит о том, что он копался в моторе. А что с двигателем? Да ничего не могу понять. Все вроде бы нормально. Двигатель исправен. Нефедор! Думаете, водила был в доле, и потому остановил машину в условном месте? Наверняка, наверняка. Эта версия очень походила на правду. Место глухое, прохожих мало. Только вот вместо денег водитель получил 9 граммов свинца. Александр Петрович! Полюбуйтесь! По следам обуви Борис Зиновьевич определил, что орудовало два налетчика. Борис Зиновьевич, все, что касается следа, сегодня полный отчет у меня на столе. Есть! След – это важнейшая деталь в расследовании. Очень важно оперативно оцепить место преступления, пока любопытные ротозеи не затоптали важные улики. По характеру следа опытный эксперт может определить особенности походки, хромоту, плоскостопие, а также приблизительный рост и вес. Эти параметры вычисляются по силе давления на грунт. Троссология, наука по изучению следов по праву считается основополагающим разделом криминалистики. Закончив исследование тела водителя, эксперт Слуцкий приступил к осмотру трупа Серафима Стеблова. И тут его ждала еще одна важная улика. Секундочку. Что же это за раны на пальчике? Александр Петрович, подойдите. Полюбуйтесь. Судя по характерному вдавленному оттиску на фаланге безымянного пальца правой руки, женщина носила кольцо, которое, вероятнее всего, сорвали налетчики. Этот вывод эксперт сделал из-за того, что кожа на пальце была содрана до крови. Видимо, кольцо плотно сидело на пальце, и его срывали силой. Понятное дело, сам себя человек так увечить не станет. Это немаловажное открытие вселило надежду в сотрудников уголовного розыска. Разноподавшие не побрезговали украшением, значит, надеются сбыть его в ломбард или в латыкайном, скупщиком краденого. Или поставить на кон в игре, а могут и по пьяному делу какой-нибудь девахе подарить, демонстрируя широту бандитской души. А значит, есть шанс, что где-нибудь эта улика да всплывет. Намного сложнее обстояло дело с пропавшими деньгами. Как выяснилось из объяснений прибывшего на место преступления заведующего масло-сырбазы Терентьева, номера купюр не переписывались. Перевозились наличность в обычной брезентовой сумке. Сопровождающий Александр Попов вооружен не был, по штату не положено. Постановление, которым предписывалось перемещать денежные средства исключительно в специализированных инкассаторских автомобилях, появилось лишь в начале 70-х. А в послевоенные годы с этим дело обстояло намного проще. Кассир или бухгалтер запросто мог пройти несколько кварталов с брезентовым мешком под мышкой, неся на завод или фабрику зарплату. В крайних случаях сопровождающим выступал сотрудник вневедомственной охраны или кто-нибудь из персонала учреждения. За это ему полагалась надбавка к окладу и право без очереди получить деньги в кассе. Добрый день. Терентьев Михаил Захарович, заведующий базой. Что можете сказать об убитых? Сейчас. Так, это дела. Попов два месяца у нас работает. Холост, безвредных привычек, несудим. У кадровиков вопросов не возникло, поэтому доверили сопровождать Стеблова. Между прочим, 70 рублей премии платили. А что вы можете сказать об убитой Серафиме Стебловой? Где-то года полтора у нас работает. За все это время не единого заскания. Терентьев рассказал, что Серафима Стеблова вдова. Ее муж погиб на войне. Женщина в одиночку воспитывала 13-летнего сына Митю. Дальнейшая судьба мальчика очень беспокоила Терентьева. Митя парень хороший, тихий, круглый отличник. Пропадет сирота в детдоме. Там же одна беспризорщина, босичье. Количество беспризорников и сирот за время войны резко увеличилось. Историки говорят о 4 миллионах несовершеннолетних детей, оставшихся без крова и родительской опеки. Из них лишь около 700 тысяч были устроены в детдома и интернаты. Остальные промышляли по прошайничествам и мелкими кражами. Дети войны. Вечно голодные. Хлебнувшие лишения и горя, они очень рано взрослели. Лишенные отцовской заботы, пацаны часто сбивались в жестокие стаи и выходили на бандитскую дорожку наравне со взрослыми. Тетенька, тетенька, дайте пожаловать. Нет, нет, нет. Ну, хорошо. Нет. Отдай. Отдай, сука. Отдай. Отдай, я сказал. Беги. Ты, Роман, там же хлебные карточки. Побрем с голоду. Нужно сказать, что и наказывали мальчишек вполне по-взрослому. Уже начиная с 12-летнего возраста малолетних преступников судили по всей строгости закона с применением взрослых мер наказания, вплоть до расстрела. Но даже таким жестким способом не могли остановить волну подростковой преступности. Самый распространенный вид преступления так называемый гоп-стоп. Пацаны поджидали жертву, набрасывались гурьбой, жестоко избивали и грабили. В 1946 году в Подмосковье была ликвидирована молодежная банда «Молоточники». Дерзкие волчата за три месяца совершили 16 разбойных нападений, наносили сокрушительные удары молотком сзади по голове. От их рук погибло 7 человек. Я лично займусь его устройством в интернат. А скажите, вот у Серафима Стегловой было ли у него какое-нибудь украшение? Я хорошо помню перстень Серафимы. Массивный рубин такой. Красивая вещица. Заведующий маслосыр базы утверждал, что кольцо очень приметное. Явно работа еще до революционных мастеров. По-моему, колечко это Серафиме муж подарил. Семейная реликвия. Передается из поколения в поколение. Нефёдор? Да. Тут бас из кладов до черта. Может быть, кто-нибудь из работяг видел грабителей? Возьми ребят, причеши все хорошенько. Есть. Малышка, Узин, пойдемте. Спасибо вам, Александр Захарович. В этот день удача явно была на стороне оперуполномоченных. Вскоре им удалось отыскать ценную свидетельницу. Здравствуйте. Уголовный розыск. Оперуполномоченный Кузин. Это оперуполномоченный Нефёдов. Как вас зовут? Дарья Пантелеймоновна Сыч. Скажите, а вы не видели никого здесь подозрительного? Ну, пару часов назад пробегали, как раз в окошко выглянуло. Шибко торопились. Один из них и с сумкой в руках был. Кажется, брезентовой. Он когда через забор перепрыгивал, шляпу фетровую обронил. А где сейчас шляпы? О, сейчас, минутку. Вот шляпа. Думала, деду подарить. Ох, вещь качественная. С носу ей не будет. Муха и к Слуцкому пускай приобщит, ведь ждёк. Во время транспортировки недельной выручки масла-сыр базы застрелены водитель предприятия Александр Попов и бухгалтер Серафима Стеблова. Налётчики похитили 380 тысяч и сняли старинное кольцо с пальца застреленной женщины. Оперативная группа установила, что водитель был соучастником преступления, от которого в последний момент подельники просто избавились. Сторожиха склада, который находился рядом с местом преступления, успела рассмотреть лица двух налётчиков. Она подобрала фетровую шляпу, которая слетела с головы одного из преступников. Сотрудники УГРО попросили сторожиху описать бегущих мужчин. Дарья Пантелеевна сразу сказала, что хорошо их запомнила, потому что пробежали они от неё в нескольких метрах. Ну, один из них, который с сумкой бежал, кряжистый такой, плотный, в пальто был одет приличное, опять-таки в шляпе. А второй... Второй, вы знаете, рожа такая бандитская, нос перебит, с горбинкой, такой орлиный профиль. Предупредив Дарью Сыч, что её вызовут в УГРО для составления более детального портрета мужчин, опера удалились. Это тот самый долгие годы пролежавший в спецхранилище Вещдок. Именно фетровая шляпа дала первый толчок к раскрытию преступления. В Европе такая шляпа получила название Федора в честь русской княгини Рамазовой, героини популярной пьесы Викториена Сарду, Федора. Княгиня Рамазова носила именно такую шляпу. Эту манеру тут же подхватили европейские модницы. В Америке фетровая шляпа была неизменным атрибутом гангстеров 30-х годов. В СССР же такие головные уборы массово стали носить после войны, когда из побежденной Германии военные привезли на родину баулы и чемоданы, набитые вещами и предметами быта. Именно тогда и возникло понятие чемодане, неконтролируемый массовый ввоз разнообразных нужных и ненужных в хозяйстве трофеев. Во время изучения головного убора эксперт Слуцкий нащупал в подкладке некое уплотнение. Распоров шляпу, он обнаружил внутри фирменную бирочку ателье Интпашива номер 2 и ярлык с указанием номера изделия. Дуйте в это ателье, постарайтесь разузнать, кто и когда купил. Короче, не мне вас учить. Есть! 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 Товарищ капитан, вот доставил Митю Стеблова. Ну ты раздобудь нам что-нибудь поесть, ну а мы тут с Митей побеседуем. Есть! Зимин выразил слова соболезнования по поводу смерти матери и перешел к сути вопроса. Попросил мальчика рассказать о кольце. Красивое было кольцо. Мама никогда не снимала его. Говорила, отдаст будущей невесте. Этот старинный перстень с рубином Серафиме Стебловой муж подарил на венчание. Он был ей настолько дорог, что даже в самое голодное время Стеблова не решилась его продать или обменять на харчи. Хотя покупателей хватало. Дядя Миша, мама, начальник, все время упрашивал ее продать ему это кольцо. Но она не соглашалась. Терентьев, говоришь? Да. До Зимина только сейчас дошло, что он совершенно выпустил из виду заведующего маслосырбазы. А ведь Терентьев прекрасно знал время выезда полуторки. Вероятнее всего, был осведомлен и о маршруте. К тому же нельзя исключать версии, что Терентьев и Попов могли быть сообщниками. Только вот водителя в этой партии сделали разменной фигурой. Дядя Миша хотел, чтобы она продала, а она отказалась. Я тут картошечкой печеной разжился и сахарком. Так что пирую. Рубай, парень. А это Костик, наш штатный художник. А теперь, Митя, очень подробно опиши Костику, как выглядело кольцо. А Костик нарисует. Со слов Мити был составлен карандашный набросок рубинового перстня, который принадлежал Серафиме Стебловой. Зимин очень надеялся, что оперативная отработка скупок ломбардов и дельцов черного рынка даст результат. Раз преступники его сорвали с пальца, значит, жадные до денег. А жадность, как известно, фраеров губит. Посмотри внимательно. Да, очень похожие. Растиражировать и разослать в районное отделение милиции. Есть. Здравствуйте, дамы. Уголовный розыск. Оперативник Нефедов. Здравствуйте. Слушаю. Скажите, в вашем ателье было сделано это изделие. Здесь написано номер два. Да, в моем ателье. Скажите, а у вас есть дата выдачи этого изделия и кто получатель? А, конечно, я сейчас посмотрю и скажу. А вот, смотрите. Недели две назад фетровая мужская шляпа и твидовый мужской костюм. Иванова вспомнила, что в лексиконе клиента пару раз проскочили блатные словечки, но в целом он производил хорошее впечатление. В ресторан он меня приглашал. Ну, прям настаивал. Я не поехала с ним, я замужем. И как же он сказал сейчас? А быть прикид. Вот. Валентина Владимировна, давайте проедем в управление с нами, составим портрет этого мужчины. На этом рисунке изображен подозреваемый, который обронил фетровую шляпу. Он составлен со слов сторожа Дарьи Пантелеевны Сыч. А вот так описала клиента, который купил шляпу, мастер Валентина Иванова. Как видим, сходство поразительное. Также со слов Дарьи Сыч был составлен портрет второго налетчика с горбатым носом. Таким образом, у следствия появились важные улики. Описание похищенного кольца с рубином и портреты грабителей. Только вот отыскать подозреваемых практически неразрешимая задача. Но капитан Зимин и не собирался опускать руки. Нужное направление поисков ему подсказал, как ни странно, один из подозреваемых. Тот, который после покупки фетровой шляпы предложил Ивановой посетить ресторан. После военное время цены в коммерческих ресторанах были заоблачными. Завсегдатаями таких заведений становились в основном военные, творческая интеллигенция, партапорадчики и уголовники всех мастей. После очередного удачного налета бандиты оттягивались на полную катушку за богато накрытыми столами. Капитан Зимин предложил женщине пожертвовать личным временем и потратить несколько вечеров, чтобы объехать ростовские рестораны и пивные. В общий зал заходить не надо. Приехали, посмотрели за ширмы и поехали на следующий объект. Я согласна. Отлично. Когда начнем? Хочу тянуть. Сейчас и начнем. Еще успеем пару заведений обойти. Давайте. Поехали. Поехали. Но в первый вечер сотрудников уголовного розыска ждала неудача. Ни в одном из ресторанов, в которых побывала Иванова, покупатель шляпы замечен не был. Ну что, ничего страшного. Завтра продолжим. Примерно в 19.00 мы к вам заедем. Одновременно с оперативной отработкой ресторанов сотрудники отдела по борьбе с бандитизмом установили скрытое наблюдение за заведующим масло-сыр-базой. Но пока это не дало особых результатов, никаких подозрительных встреч у Терентьева не происходило. После работы домой, дома, никаких гостей. Опер-уполномоченный Нефедов пытался выяснить, не попадал ли Терентьев в поле зрения коллег из оба ХСС. Но результат также оказался отрицательным. Угощайся. Спасибо. Да, какие сложит ухо у этого торгаша. Даже любовницу завести не успел. Чисто. Как стеклышко. Угу. В это же время милиция вела активные поиски кольца с рубином погибшей Серафимы Стебловой. Проверяли ломбарды и золотые скупки. Производили облавы на рынках и площадях, где орудовали блатыкайны, скупщики краденого и дельцы черного рынка. Один из тайных информаторов узнал, что золотушник Хиллой, который специализируется на скупке дракметаллов, с недавних пор торгует 2000 рублей за золотой перстень с рубином. Сексот подсказал, что околачиваются Хиллой на привокзальном рынке. Пасли золотушника до наступления ночи. Во время задержания преступник оказал вооруженное сопротивление, но все же был схвачен. Очень быстро оперативники выяснили, что изъятый у Хиллого перстень не имеет отношения к разбойному нападению и убийству работников маслосырбазы. Свидетели показали, что у Серафимы Стебловой было совершенно другое кольцо. Передав дело Хиллого в отдел имущественных преступлений, сотрудники отдела по борьбе с бандитизмом продолжили отработку местных ресторанов. Каждый вечер мастера ателье Валентину Иванову возили по увеселительным заведениям Ростова. Несмотря на послевоенный голод, разруху и карточную систему, в коммерческих ресторанах жизнь бурлила. Многие фронтовики буквально сорили деньгами. Дело в том, что после победы государство выплатило солдатам и офицерам довольно внушительные суммы. На протяжении войны самих денег в виде хрустящих купюр бойцы не видели. Еще в 1942 году полевые учреждения Госбанка СССР перешли на безналичный расчет и деньги зачислялись на вкладную книжку. Подобная система позволяла государству тратить банковские средства на военные нужды. Согласно данным заместителя наркома интендантской службы Хрулева, к концу войны на счетах остались невостребованными около 4 миллиардов рублей. Это были деньги, которые причитались солдатам и офицерам, погибшим на фронтах. за однополчан живых и погибших. помимо фронтовых выплат многие солдаты и офицеры получили значительные премиальные суммы за совершенные подвиги. за сбитый самолет летчикам истребителям платили тысячу рублей. Уничтоженный вражеский эшелон оценивался в полторы тысячи. За подбитый танк командиру орудия и наводчику платили 500 рублей. Остальному артиллерийскому расчету по 200 рублей. Еще 8 августа 1941 года Иосиф Сталин подписал приказ номер 02-65 о поощрении участников бомбардировки города Берлина. В нем говорилось выдать всем участникам полета по 2000 рублей. Постепенно в вооруженных силах СССР была создана система материального поощрения за уничтожение вражеской техники. Нужно отметить, что самая большая премия 10 тысяч рублей досталась герою Советского Союза летчику Борисову, который уничтожил немецкий линкорн Шлезерн. В ресторан Дон Валентину Иванову привезли около 10 часов вечера в самый разгар кабацкого веселья. Его здесь нет. разрушите пригласить вашу девушку потанцевать? Иди отсюда. Уйди. Ах, ты крыса тыловая. Я за тебя кровь проливал. А тебе что, с бабой жалко дать потанцевать? Что непонятно, капитан? Девушка не танцует. Тихо, тихо, извините, пожалуйста. Извините. А вот он. Это он. Коренастый такой в углу сидит с отмалеванной девицей. Я его узнала. Во время транспортировки недельной выручки масла-сыр-базы застрелены водитель предприятия Александр Попов и бухгалтер Серафима Стеблова. Налетчики похитили 380 тысяч и сняли старинное кольцо с пальца застреленной женщины. Вичдоком становится фетровая шляпа, которая слетела с головы одного из налетчиков. По ярлыку устанавливают ателье. Мастер Валентина Иванова вспомнила заказчика, который приглашал ее в ресторан и говорил на тюремном жаргоне. Оперативники решили отработать все рестораны города и в одном из них нашли того, кого искали. А вот он. Это он. Коренастый такой в углу сидит со смалеванной девицей. Я его узнала. Подождите нас в машине. Хорошо. Продолжив наблюдение за парочкой, оперативник Кузин заметил на пальце спутницы мужика в твидовом костюме перстень с рубином, который по описаниям был очень похож на перстень убитой стебловой. Ну что будем делать? В зале брать или на выходе? Сейчас объект находится в углу, его движение скованное. Даже если он вооружен, он не успеет им воспользоваться. Да, никуда не денется. Ждите меня, у меня есть план. Есть. что-нибудь еще желаете? Да, водки холди, принеси. Не шипучки, барышня. Не извольте беспокоиться. Рыпнешься, тварь, я тебе шею сломаю. Ну, стой. Руки. Стал. Осторожно, Мельтон, руку сломаешь. Рот закрой, шалава. Пшла. Уважаемые гости, не беспокойтесь, отдыхайте, пейте, закусывайте. Сотрудники УГРО намеренно развели задержанных по разным машинам. Опытный оперативник Кузин решил еще в дороге допросить девицу, пока та не оправилась от потрясения. Вляпалась ты, дорогуша. В дерьмовую историю вляпалась. На персне на этом статья мокрая висит. Мне это кольцо Мишка антилопа подарил, которого вы в кабаке повязали. А где он его сработал, я не в курсе. Давно его знаешь? Два месяца. Познакомились где? В ресторане. Он полгода как на свободу вышел по амнистии в честь победы. Ну, там и замытили. Молодец, Екатерина. Смотрю, на путь исправления остаешь. Ну и начальник, не читай морали, без тебя тоже нам. Заходи. Во время допроса капитан Зимин предъявил задержанному Михаилу Завадину по кличке Антилопа обвинение в совершении двойного убийства. Начальник, ну что ты мне пассианство тут раскладываешь? Отпираться бесполезно, Завадин. У нас достаточно доказательств вашей вины. Вещдоки, свидетельские показания. Да гадом буду, на моих руках крови нет. Это все Васька Клюв. Это он и водилу шлепнул, и кассиршу. Я только сумку отобрал. Ну и колечко это, будь оно неладно, не сдержался, уж больно оно красивое. Задержанный уверял, что и план ограбления разработал Клюв. А Васька подкупил водителя Попова, чтоб тот остановил машину в глухом месте, имитируя поломку двигателя. Уговор был такой. Водила должен был получить 20% хрустов. Но только Клюв и не собирался с фраером делиться. Пошли. Сумку у бабы забери. Сумку давай сюда! Быстро! Да не рыпайся ты, девочки! Валим! Кто такой Васька? Почему Клюв? Ну, Клюв, потому что ему нос в лагерной драке сломали. Где его искать? Мы с ним в Оркутлаге вместе чалились. Авраменко фамилия его. Этот? Гляди, похож. Чего прыгаешь? Антилопа. Где найти Авраменко? Отчего не знаю, того не знаю. Он обмолвился, мол, на дно ложиться. Если сказал, что надо будет, сам меня разыщет. Но клянусь, не знаю, мы с ним последний раз виделись в день ограбления. Зашли в пивнуху деньги поделить, мандраж снять, скок удачный обмыть. Он часов десять свалил, на скамейку боялся опоздать. Скамейка на блатном жаргоне означает трамвай. Отталкиваясь от этой случайно произнесенной фразы, сотрудники УРО и стали строить версии. Пивнуха, в которую клюв привел антилопу, находилась в переулке. Ушел Авраменко около десяти часов вечера, боясь опоздать на трамвай. И как раз рядом с этим пятийным заведением останавливается трамвай, который ходит в район центрального рынка. Последний трамвай идет в 22.15. Логика подсказывала, что Василий Авраменко живет именно там, в районе центрального рынка. Опрос работников трамвайного депо быстро принес положительный результат. Одна бдительная кондукторша опознала по фото постоянного пассажира. Он всегда выходил на конечной остановке. под видом водопроводчиков, электриков и инспекторов печного отопления оперативники дом за домом, улица за улицей обходили район центрального рынка. Зимяного аппарата. Лишь поздним вечером в управление УГРО поступил звонок от участкового милиционера с улицы Хованской. Участковый рассказал, что похожий по описанию гражданин снимает частный дом на подконтрольной ему территории. Без меня не соваться. по коням. в случае чего стрелять на поражение Нефедов Кузин за угол. Руки вверх! Милиция! Можно было чище сработать, живым взять. А ну кой черт он живой нам сдался. Одной гнидой на земле стало меньше. Василий Авраменко был был ликвидирован во время задержания. Он оказывал сопротивление и пытался бежать. Во время обыска в доме Авраменко нашли тайник, в котором хранился наган и 190 тысяч рублей. Экспертиза подтвердила, что именно из этого оружия были застрелены Стеблова и Попов. Таким образом, у следствия не оставалось сомнений, что двойное убийство совершил Василий Авраменко. Михаил Завадин добровольно отдал 187 тысяч рублей свою долю от украденного. Три тысячи антилопа успел прогулять и пропить меньше, чем за неделю. Несмотря на чистосердечное раскаяние и сотрудничество с органами, Завадина приговорили к высшей мере наказания по совокупности совершенных преступлений. Соучастие в убийстве, краже государственного имущества в особо крупных размерах. Особый гнев народных заседателей вызвал эпизод с кольцом, которое Завадин цинично сорвал с пальца застреленные женщины. Расстрел произвели в закрытом дворике богатяновской тюрьмы. Преступникам, которые посигнули на государственное имущество в СССР, всегда относились с особой строгостью. Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Мелочи. Мелочи. Света! Свет! Никак пошла своего Ромео провожать. Невозможно, чтобы все это длилось дальше. Нет ничего вечного, нет и вечных отношений. Ты должен это понять. Кажется, это был черновик письма. Мария Малюшевская нашла его на столе. Рядом на полу лежал конверт. Писала ее подруга, студентка, отличница Светлана Сосновская. Кому была адресована эта записка, неизвестно. Светлана уже ничего не могла рассказать. Она была убита ударом по голове. Видимо, девушка готовилась принять ванну. Вода в ванне почти остыла, а значит, убили Светлану не менее трех часов назад. Кто и почему? На место происшествия прибыли опытный исследователь Глеб Пишенин и опергруппа. Студентка четвертого курса математического факультета Витебского педагогического института Мария Малюшевская весь день провела в институтском общежитии у подруг однокурсниц. Об этом ее попросила Светлана Сосновская. Она хотела побыть наедине со своим кавалером. Как и договорились подруги, Мария вернулась домой после девяти часов вечера. Ну что у тебя? Привет. След странный. Армейская обувь. Но не кирзачи, это точно. Что-то студенты Витебского пединститута слишком объебнут стали часто бывшие и нынешние. Антон, не болтай языком почем зря, а? В начале октября 80-го года в районе Смолевичей на трассе Москва-Минск грузовик вышел на встречную полосу и налетел на правительственную чайку. Погиб первый секретарь белорусского ЦК Петр Машеров. Все знали, что в 1939 году он окончил Витебский пединститут, о чем часто вспоминал. Авторитет Машерова в республике был огромным. Его биографию ставили в пример молодежи. Добровольцем ушел на фронт, бежал из плена, организовал подполье, затем стал во главе партизанского отряда. Машеров, скорее всего, стал бы преемником стареющего Леонида Ильича Брежнева. В Витебском пединституте, как и по всей республике, шептались о политическом убийстве. И действительно, некоторые факты не были похожи на случайные совпадения. И еще. А это что? Мария, а скажите, кому Светлана могла написать такое письмо? Она с кем-нибудь встречалась? Мария не могла поверить, что подруга адресовала письмо своему парню. Между Светланой и сыном ректора института студентом ИСТФАКа Игорем Васиновичем была настоящая любовь. ИСТФАК находился в Могилеве, поэтому ребята виделись нечасто. Но Игорь мог сорваться в любое время, примчаться, подарить цветы и сразу же уехать поездом назад в Могилев. Что? Кошка пробежала между влюбленными? Да вы что? У них были идеальные отношения. Такой паре можно было только позавидовать. И что, никогда не ссорились? Ну, бывало, но... А в последнее время вспоминаете? Да нет, у них, у них правда были очень хорошие отношения, они были счастливы вдвоем. Какие-нибудь вещи в доме пропали? Ценные вещи? Да какие ценные вещи? Что у нас есть? Вот кольцо, браслет, то Света тоже. Вопрос о ценных вещах следователь задал больше для порядка. Он почти не сомневался, что мотивом убийства было не ограбление, а ревность. Но золотых украшений Светланы нигде не было. А Игорь сегодня приходил? До обеда еще появился, утречком почти. Веселый такой. А Светлана тоже веселой была, когда уходили? Оба сменялись. А, в кино, видать, пошли. И долго их не было? И не долго. И обратно совсем другие шли. Хмурые обои. А парень так еще и злился сильно. Так у меня окна-то мужем покойным замазаны. Ничего не слыхать. А в котором часу Игорь ушел? Не знаю, не глядела на часы. Такой девчат вход-то с другой стороны. Значит, не видели, да, как он уходил? Телефонный разговор с Петром Васиновичем не дал никакой новой информации. Ректор сказал, что вчера утром Игорь прямо с поезда забежал домой, после чего поехал к Светлане. Сказал, что от нее и уедет в Могилев. Он так почти всегда делал. Обещал позвонить, но пока не звонил. Но так и раньше бывало. В показаниях квартирной хозяйки следователя заинтересовал рассказ о смене настроения парня Светланы Игоря. Почему оно резко испортилось? Прочитал письмо? Но зачем Светлана его написала, если Игорь приехал и можно было просто с ним поговорить? А может быть, Васинович нашел это письмо и оно стало причиной раздора? Если так, то в картину преступления совсем не вписывается ограбление. Еще больше вопросов появилось после первых выводов судмедэксперта. Оказалось, что незадолго до смерти у Светланы Сосновской был половой акт. И Светлана была беременна. Срок примерно 10 недель. Бесспорно прояснить ситуацию мог сам Игорь. Следователь Пешенин позвонил коллегам в Могилев, где располагался исторический факультет Витебского пединститута и попросил сразу же задержать для беседы молодого человека. Сам он собирался поговорить с отцом Игоря, ректором Петром Семеновичем Васиновичем. Ректор пединститута Петр Васинович был выбит из колеи. Студентка, с которой встречался его сын, погибла. А сам Игорь так и не появился ни в Могилеве, ни в Витебске. Петр Семенович, к вам пришли. Спасибо. Прошу вас, Глеб Иванович. Еще раз здравствуйте, Петр Семенович. Добрый день. Игорь не звонил? Нет, не звонил. Вы извините. врачи. Врачи курить запретили. А я пока не могу. Вот хотя бы запах. Петр Семенович, скажите, пожалуйста, какие отношения были у вашего сына со Светланой Сосновской? Встречаться начали они давненько. Вот. Только, знаете, рановато как-то это все. Я бы об институте думать, а не любовь крутить. Васинович честно признался, ему не очень нравилось, что сын встречается со Светланой Сосновской. Слишком уж рано все это началось, на первом курсе. Да и семья у девушки совсем простая. Нет, люди, они хорошие. Только Новополоцк не Витебск. Мать счетовод, отец механик. Но прошло немало времени, и Васинович убедился в серьезности их отношений. Так что, дело к свадьбе шло? Да какой свадьбе, о чем вы говорите? Ну, почему? Девушка хорошая, встречаются давно, отношения проверены временем. Все это так. Только не о пеленках и распашонках Игоря думать надо, а о науке. А что Игорь думал по этому поводу? Ну, Игорь так же думал. Он тоже хотел вот ученым быть, институт закончить. Какая свадьба у нас? Вот куда он мог деться? Куда, скажите? Да не переживайте, найдется. Парень молодой, мало ли что, загулял. Вот и я говорю, мало ли что. Ладно, спасибо, Петр Семенович. Все будет хорошо. Надеюсь, не переживайте. Пишенин решил не говорить отцу Игоря о беременности погибшей до тех пор, пока не поговорит с самим парнем. И надо было еще раз побеседовать с Марией Малишевской. Подруга не могла не знать о положении Светланы. Не все так просто и гладко было в жизни вашей подруги, как вы рассказали. Ну, у них правда были очень хорошие отношения. Слышал уже. Вы и знали, что Светлана беременна. Только не врать. Ну, та знала. А Игорь? Ну, она ему сказала. И начались ссоры, верно? Ну, да, наверное, начались. Когда Света забеременела, она даже не знала, кто отец ребенка, потому что в ее жизни снова появился Паша. Кто такой Паша? Павел Евтушок. Он преподаватель математики на кафедре. И почему снова? Началось все, когда девчонки поступили на первый курс. Паша тогда заканчивал институт. Светлана предпочла Игоря. Сейчас же Павел часто виделся со Светланой. Ей нравилось, что он спокойный и надежный. Этот Евтушок к вам домой заходил? Ну, да, иногда заходил. Он Свету очень сильно любил. Он даже с мальчишками за нее дрался. Ага. Понятно. Информация о том, что Светлана принимала ухаживание другого молодого человека, расширяла возможный мотив преступления. А может быть, это ревность? У каждого из соперников есть тайное оружие. Павел преподаватель, да еще и на факультете, где училась Света. Есть возможность видеться каждый день, помочь в учебе. Игорь сын ректора. Молодой преподаватель Павел Евтушок шел на риск, становясь Игорю поперек дороги. Да и Светлана рисковала, принимая ухаживание Павла. Следователь Пешенин не нашел преподавателя в институте и поспешил к нему домой. Но отец Павла сообщил, что сын вчера уехал москвичом в Хомяково. Там в дедовском доме ему было хорошо работать над диссертацией. Отъезд выглядел подозрительно и Глеб Пешенин отправил в Хомяково оперативников. Давай пока по соседям узнаем что как. Когда приехал. здравствуйте Павел Василь Игорь Горбик милиция здравствуйте Топорик бы положили он мне не мешает А все таки Если вы настаиваете Нам нужно поговорить о Светлане Сосновской На свете его папаша решил меня милицией застращать да Ну пройдемте в дом В съемной комнате обнаружена мертвой студентка пединститута Светлана Сосновская Следствие установило что за девушкой ухаживали два парня Игорь Васинович сын ректора и молодой преподаватель Павел Евтушок Следствие пытается найти Игоря но даже отец ректор не знает куда он подевался Преподавателя Евтушка находит в загородном домике Похоже он даже не знает что Светлана мертва Садитесь Благодарю Ну о чем вы хотели со мной поговорить Павел Вчера был обнаружен труп Светланы Сосновской Известие о смерти Светланы потрясло Павла Он признался что полюбил девушку с первого взгляда на дне посвящения в студенты три года назад За Светланой увивались тогда два ухажера Игорь Васинович и Сергей Шимонич друзья одноклассники Они с ней в колхозе познакомились куда сразу отправили первокурсников Она выбрала Серегу А потом знаю в какую-то историю ввязался нехорошую А Серега это кто? Сергей Шимонич Зимой первого курса парня задержали по обвинению в хранении и сбыте порнографии Сразу же исключили из комсомола и понятное дело из института Хорошо в тюрьму не посадили Успел в армию уйти или куда-то уехал Павел точно не знал Она осталась с Игорем но в последнее время что-то у них не знаю не заводилось А что именно не так у них было? Она не рассказывала? Нет Просто Она не против была чтобы мы общались писать начала звонить больше Оперативник опросил соседей Те подтвердили Павел приехал вчера рано утром Машину сразу загнал во двор Там и стоит Его можно было исключить из числа подозреваемых Если вдруг что-то вспомнить Сообщите мне Если вдруг До свидания У следователя накапливалось все больше вопросов к пропавшему Игорю Васиновичу Исчезновение Игоря Васиновича стало основанием для объявления его в розыск Следователь теперь точно знал что письмо было адресовано именно ему Пишинин также дал ориентировку на золотые украшения Светланы Ориентировка прошла по Витебску и Могилеву Следователь не давала покоя одна история Сергей Шимонич встречался со Светланой и получается был не только другом но и соперником Игоря За порнографию его исключили из комсомола выгнали из института но суда не было Значит не такое уж страшное оказалось дело и вероятно и вероятно достаточно было ректору вмешаться Шимонич остался бы в институте Почему же ректор не стал на защиту своего студента и лучшего друга сына Чтобы все это выяснить Глеб Пишинин обратился к своему другу старому оперативнику Олегу Тимощуку который знал абсолютно все что произошло в области за последние 35 лет Ты должен это дело помнить И должен и помню Грязное дело было Стыдно вспоминать А что грязного? Помнишь был такой генерал управления полевой Ну Захотел он в Минск на повышение пойти Оперативник Олег Тимощук рассказал историю с идеологической диверсией в пединституте придумал тогдашний руководитель областного КГБ Метил на повышение Нужно было громкое дело А ректора пединститута предупредили и он всячески помогал органам Отправили мы тогда в Могилев группу оперативников Ага чтобы пацанов в общаге с парнухой взять Гуляли тогда по общежитию несколько номеров Хаслера Ну откуда они взялись наверное из Польши привезли тогда у них с этим делом посвободнее было А нашим это в диковинку влазели Журнал Хаслер начал выходить в 1974 году уже через год свое согласие на публикацию в нем пикантных снимков дала одна из самых известных женщин 20 века Джеки Анасис вдова президента Джона Кеннеди которая после гибели мужа вышла замуж за скандального греческого миллиардера Аристотеля Анасиса Тираж быстро взлетел до трех миллионов экземпляров Бессменный издатель журнала Ларри Флинт смело сочетает в издании откровенные фото с серьезными статьями по экономике внешней политике и социальным вопросам Несмотря на то что тиражи Хаслера из года в год уменьшаются он продолжает удерживать треть американского рынка печатной порнопродукции Тем не менее чтение этого издания считается делом малопочтенным в отличие от чтения всемирно известного плейбоя в фотосессиях которого и сегодня участвуют звезды первой величины Оказались эти журналы в результате в комнате где жил Шимонич так трех пацанов там и взяли Студентов задержали но громкое дело состряпать не успели Из республиканского ЦК партии поступило указание прекратить все следственные действия Что не так пошло? По носу генералу полевому дали на пенсию отправили сказали что не сороковые сейчас годы сам Машеров кулаком по столу стукнул жалко этих пацанов поломали им жизнь конечно вспоминать не хочется Вот я сейчас и ищу одного из этих с поломанной жизнью Добро Спасибо тебе Счастливо Следователь Пишенин должен был узнать у подруги погибшей Марии Малишевской какими были отношения Светланы и Сергея и появлялся ли он после отчисления Мария здравствуйте Здравствуйте Присаживайтесь Мария Малишевская болела Следователь Пишенин навестил девушку в комнате в которой она теперь жила сама Мария у меня к вам есть несколько вопросов Скажите пожалуйста какие отношения были у Светланы с Сергеем то так дружили но ничего больше и потом его исключают из комсомола и института и никто не заступился нет ну а что мы могли сделать мы же первокурсники вот Игоря папа мог сделать но ничего не сделал и что тогда говорили об этом институте ну говорили что Игорь получается он забыл про старую школьную дружбу Мария рассказала что Светлана сильно переживала эту историю Сергей потом уехал в Мурманск у него там тетка была а потом и родители его уехали говорили что они завербовались на север а недавно Светлана вроде бы получила письмо от Сергея он служит во флоте другими подробностями письма подруга не делилась и где это письмо сейчас минутку нет письма а вы это письмо видели она его вам показывала ну обмолвилась но что в этом письме было я даже не знаю может она сожгла его она же вообще писем не хранила понятно хорошо спасибо выздоравливайте спасибо всего доброго до свидания следователь хотел поговорить с ректором Васиновичем визит к Петру Васиновичу был безрезультатным ректор находился на грани истерики из-за пропажи сына и слышать не хотел о каком-то Сергее Шимонич следствие зашло в тупик без показаний Игоря Васиновича нельзя было ответить ни на один вопрос объявление его в розыск не принесло результата и тут следователю Пишенину позвонил из Могилева оперативник Владимир Холомендик он сообщил что по полученным ориентировкам опознали золотые вещи убитые Светланы Сосновской их продавал на местном рынке гражданин Гашкадири да войдите добрый день приветствую это я вам звонил Пишенин Глеб Иванович очень приятно Холомендик Владимир Данилович присаживайтесь спасибо ну что рассказывайте что у вас вы знаете удивил на Жашкадире обычно парень по мелочам работал а тут золото парень в районе хорошо известен ну по мелочи мог в сарай кому-то залезть бельишко с веревок снять ну так чтобы цацки такие понятно поговорить с ним можно да конечно конвой приведите задержанного сейчас будет ну рассказывай красавец откуда у тебя это добро задержанный Дмитрий Гашкадиря уверял что золотые вещи нашел в кармане куртки которая валялась на берегу Днепра и в Витебск ты никогда не ездила ты на кой черт не твой Витебск у меня денек то нема а то ты никогда зайцем не ездила ты хочешь сказать что все это добро лежало в куртке в кармане все с копом да ну да ну допустим я тебе поверю допустим говорю это еще не значит что поверю место показать сможешь да запросто могу конечно там еще свитер порватый рубашка валялись ну куртку то я взял она на меня ну что поедем посмотрим Аль это холоминник дай машину на часу конвой конвой не нужен сами справимся ну что красавец приехали вперед он 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 об он он и он Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас найдем Долго ты будешь еще за нас водить? Да я не обманываю, короче, вот туда дальше, трохи еще, трохи пройдем Стоп, вот здесь, вот здесь вроде было Опа, опа, шмоточки, а? Не обманывал Я, я, я правду говорил, ну, что вы? Во, во оно Задержанный Дмитрий Гошкадеря довольно быстро отыскал место, где нашел вещи Интересно порезано, на полосы Чтобы человека связать? Может быть Ну, смотри дальше Товарищ майор, сюда! Ой, ёлка! Ну что, похоже он? Ваш клиент? Он самый Интересно, сколько же дня он здесь лежит? Не повезло, парни Игорь Васинович был мертв Экспертиза установила, смерть наступила от переохлаждения До этого Васиновича жестоко избили По всему телу гематомы, ушибы внутренних органов Уже после смерти труп погрызли собаки Глеб Пишенин понимал, убийца люто ненавидел свою жертву Но за что? Понятно, что гибель Светланы и Игоря связаны между собой Но как? Их убил один и тот же человек? Или же фактическая казнь Игоря – это месть за смерть Светланы? А может быть, убийца Игоря был свидетелем или даже соучастником убийства Светланы? Следователь направился во вторую клиническую больницу, куда с инфарктом слег отец Игоря Однако разговор не состоялся При весьма загадочных обстоятельствах Васинович-старший скончался Значит, здесь закончишь и протокол мне на стол Девушка, пройдемте пообщаемся В съемной комнате обнаружена мертвой студентка пединститута Светлана Сосновская Следствие подозревает в убийстве ее парня, Игоря Васиновича Но через несколько дней в лесу находят изуродованный труп парня В ходе следствия выяснилось, что на первом курсе Светлана встречалась с лучшим другом Игоря Но тогда с Сергеем Шимоничем произошла неприятная история Его исключили из комсомола, выгнали из института Пролить свет на то давнее дело мог отец убитого Игоря Но ректор пединститута умер в больнице при невыясненных обстоятельствах Где-то около десяти вечера в отделение зашел высокий военный в черной форме Он показал мне красную книжечку и приказал проводить в палату к больному Васиновичу Фамилию и имя запомнили? Он ее не открывал Почему вы не потребовали? Испугалась Здравствуйте Больной Васинович где находится? Здравствуйте Одиннадцатая палата Проведите Пойдемте Ну провели, ладно Почему сразу не позвонили? Ну понимаете, там у больного такое состояние было, ну я и стала слушать Оставь нас на пару минут Здрасте, дядя Петя Это я, Сережа Ты? Первый класс, помните? Вы нас с Игорем фотографировали На память Игорек, сыночка А где Игорь? Сейчас, дядя Петя Сейчас я вам все расскажу В отпуске я Дядя Петя Из Афгана За время войны в Афганистане Всего 108 моряков Участвовали в военных действиях Сергей был в их числе Вернулся я Свету встретил Она беременна От выродка вашей Я не знал об этом Не знал Света говорила И Игорь сказал Что вы хотели от ребенка избавиться Не знал Получается Игорь Свете врал Ну если вы не знали Я не знал Значит сам не хотел А потом Я встретил их И знаете Что ваш сын мне сказал? Пап Хорошо Значит Пожалуйста Пожалуйста Серега Ты? Я Что гад Не ждал? Сережа Я прошу тебя Не надо Свет Все хорошо Я прошу тебя Нужно просто подсказать Пару слов Привет Сережа Сережа Не надо Это ты мне тогда Дядя Петя С парнухой сдали Помнишь? А я помню И ты об этом будешь помнить Сережа Теперь Свете хочешь Жизнь сломать? Учти Второго раза не будет Я не дам Не лезь не в свое дело Пошли отсюда Я предупредил А потом Дядя Петя Вечер Я увидел Как Игорь Цвета убегал По-тихому Дядя Петя Дядя Петя Ваш сын ее убил И тогда мне все стало ясно Теперь 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 вы что? Что? Слушайте Слушайте до конца Шансы вышки я ему оставил Как вы мне когда-то Слушайте 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 Был частью этого плана Смерть Избавила Петра Петра Васиновича От страшных подробностей Сергея Шимонича Не смогли задержать Ни в Витебске Ни в Минске Пассажир Шимонич Улетел рейсом Минск-Ташкент С пересадкой в Москве Где исчез Достоверно известно Военным бортом Из Ташкента Шимонич Улетел В Афганистан Следователь Глеб Пишенин Выполнил свою работу Ему оставалось Только подготовить дело Для передачи Военную прокуратуру Согласно архивным данным Подразделения Военно-морского флота Не входили в состав Ограниченного Контингента Советских войск В Демократической Республике Афганистан Но больше сотни моряков Были на этой войне Сопровождая грузы И участвуя В военных операциях На территории Афганистана Их переодевали В общевойсковую форму Отличить моряка От солдата-пехотинца Было невозможно Разрешали Оставить лишь тельняшку С черными полосками Ее моряки носили С особой гордостью И шиком Военные прокуроры Олег Покровский И Вениамин Бронников Готовили к закрытию За сроком давности Уголовные дела Советских военнослужащих Из ограниченного Контингента Советских войск В Демократической Республике Афганистан Для объяснения Материалов Дела по обвинению Старшины Шимонича Сергея Васильевича В умышленном убийстве Был вызван Бывший военный дознаватель Подполковник юстиции Игорь Мороз Слушаю вас Вас бы хотели послушать Дело готовим к закрытию В 1981 году Вы занимались делом Сергея Шимонича Старшина Шимонич Исчерпающим образом Ответил На вопросы следствия Что отражено В протоколе допроса Из материалов дела Видно Что вы Находились В квартире Потерпевшей Сосновской Сразу же После ее убийства Ваше дальнейшее действие Пошел того гада Искать Говори тварь Иди давай Сергей рассказал Что нашел Игоря на вокзале Тот собирался уехать в Могилев Заставил пойти на берег Днепра Знал там безлюдное место Там Игорь и признался Как убил Светлана Свет Ну давай успокоимся Поговорим Закончим учебу Станем на ноги Найдем работу Тогда подумаем Не хочет твоя семейка ребенка И не надо Сама воспитаю Мать-одиночка Это смешно Ну и скотина же ты Для тебя главная одиночка А для меня главная мать Я сейчас расплачусь Не нужно Пошел в дом Об аспирантуре Куда тебя папаша почти пристроил Можешь забыть А замуж Я за Пашку выйду И ребеночка он Полюбит Игорь пытался убедить Светлану Избавиться от ребенка Не время Светлана вообще Становилась лишней в его жизни Слишком простая девушка Простая семья Не такие родственники ему нужны Но она пообещала Игорю Что просто так Его отношение с ней не закончится Если он так дорожит карьерой То она ему Ее сломает полностью Игорь знал Что девушки закрывают дверь Только на ночь Во дворе нашел обрезок трубы И обрывок мешка Обмотал им трубу Это и было орудие убийства Которое он выбросил Уже возле вокзала Убив Светлану Игорь забрал ее золотые вещи И устроил в квартире кавардак Имитировал ограбление Сергей убивать Игоря не стал Привязал к дереву И заткнул рот кляпом Там и оставил Чисто по-человечески Я вас понимаю Но только зачем же было убивать Притом так жестоко Ведь он же и так Во всем вам признался Да, он действительно Во всем-всем признался Но это он меня тогда подставил Дядя Петя Его мог отмазать как-то Но Света мертва А он что теперь жить может? Прощайте, подпишу Да на кой читать-то? Все правда Вы подозреваетесь в убийстве Сдайте оружие и следуйте за мной Шутишь? Сейчас карван отправляется Мое место там Я вынужден обратиться к командиру полка Если ком полка скажет Значит сдам, конечно Военный дознаватель Игорь Морозов Отправился к командиру полка Подполковнику Байкову В это время Сергей Шимонич Запрыгнул на борт БТРа И ушел на боевое задание Вам надлежало применить силу И задержать старшину Шимонича Несомненно Обратите, будьте добры внимания На рапорт на имя командира полка Но вы же понимаете, что... Будьте добры Предъявите мне статьи И положение, которое я нарушил Вы не хуже нас знаете Что вы ничего не нарушили Так в чем же тогда сырбор Господа прокуроры Человек попал в плен Может быть он специально сдался В любом случае Он ушел на ту сторону А преступление осталось безнаказанным Ни одно преступление не остается безнаказанным Господа Дело Сергея Шимонича Нужно было закрывать За истечением срока давности В 1996 году гражданин Канады Серж Шимон прибыл в Минск В составе делегации Которая подписывала соглашение Об учреждении белорусско-канадского предприятия По производству строительных материалов После окончания официальных мероприятий Канадский бизнесмен Изъявил желание отправиться в город Новополоцк За ним следовал автомобиль с охраной Но на кладбище Шимон был один Запретив охранникам Его сопровождать Субтитры создавал DimaTorzok